Инспирия Перевод Алексея Петровского К тем играм в Альпах наш азарт не стих. Мы и сейчас, мой друг, играем в них. Когда бледнеет в прошлом дивный свет, наш путь лежит наверх, за ним во след. Конрад Фердинанд Майер Перевод М. Ребристова Начало этой истории лежит в солнечном ноябре позапрошлого года. Оно опирается на небывало чистую для позднеосеннего времени твердь, и небесную, и земную. На ясное небо и неяркий, однако, свет, равные на чёрные, печатные, как в апреле, стволы деревьев, золотисто-голубоватую взвесь за ними, гладь асфальта, металлически матовое сияние которого, напоминало о водной глади, на распылённую даль, на всё отсылающее к весне. Тем, что это подобие на поверхности переместилось со мной, когда я спустилась под землю, где отличия времён года только усугубляются в одежде людей, объясняется факт, ставший завязкой истории, а именно свежее пристальное внимание, оживляющее и того, кого оно избирает, и того, от кого исходит. Я не стыжусь признать, что мой взгляд в поезде метро был весеннего происхождения. Взгляд снизу вверх от меня сидящий, настоящего надо мной мужчину. Он держался левой рукой за горизонтальный поручень, а вправо был раскрытый журнал, достаточно низко опущенный, чтобы мне видеть лицо. Впрочем, можно ли приписать то, что я стала всматриваться в этого человека, лишь неурочной весне? Он выделялся. Ростом очень высоким. Длиннополым чёрным пальто из толстого сукна, какие не носят с девяностых. Родимым пятном, не столько тёмным, сколько крупным, вверху левой щеки под глазом. Наконец, уже для меня лично, его выделяло и, возможно, оправдываю я себя. Прежде всего, мой взгляд притянуло серебряное кольцо с молитвой на безымянном пальце, держащий журнал руки. В точности, как у меня. А помимо, волосы прямые, тускло-золотистые, обрамляющие лицо, скорее широкое, и прикрывающие уши, чуть закручиваясь концами наружу. Прическа эта слишком женственная для роста тяжёлого пальто, кондового кожаного портфеля, прислонённого к ноге. Для напряжённости переносицы рта, уверенно отнесённой мною насчёт личностного субстрата, отличной от приходящей естественной сосредоточенности тем, что чтение не вызывает её, а выявляет. Эта прическа отвечала и всему мутно, гнетуще, тревожно, архаично-основательному, как рыцарское, сирич романтическое. Не забыть журнал, узурпировавший место айфона и наверняка разделивший его обязанности на пару с мобильником, ровесником слова «мобильник». Да, по убедительному, пусть и молодостоверному, свидетельству давно листанных книжек с картинками, прапрадед Шумана, пёс на Чицком озере или благообразный любовник Унзины, повторился в праправнуке предпочтением именно такой длины. Кристально-бледная голубизна вокруг точечных зрачков, из-за чего глаза по первоначалу казались большими и даже на выкате, хотя были немногим больше среднестатистических. Золотистый от цветно-прямых, чуть сально лоснящихся волосах и скуластость, и этот редкий изъян, почти равнодостойный шраму, и говорящее кольцо для слишком многих соблазн и безумие составляли что-то внутри, чего оспаривали друг друга, вызывающее капризное и упрямо-угрюмое, дерзкое и беззащитное, неустойчивое в себе и монолитное, мужское и женское. Я пыталась вообразить школьные годы мальчика, затем юноши, с родимым пятном. Дразнили ли его, скажем, горби? Тогда уж посконнее и циничнее пегем, например. Отваживала ли от него девушек эта метка или наоборот, как любая метка притягивала? Неужели он не сознает, что даже чуть отстающий от норматива стрижка привлекает праздно беглое внимание к лицу, стало быть, и к пятну? Значит, собственный облик как целое ему недоступен. У него нет участливого зеркала других глаз. Ведь настолько не видит себя лишь тот, кого не видит никто бескорыстный, но не беспристрастный. Выполняет ли кольцо с молитвой на безымянном пальце обязанность обручального? Непроизвольность этих вопросов, так легко слагающихся, тоже удивляла меня. Хотя и не смущала. Более того, радовала, как будто избавляла меня от меня же привычной. Глядя на него, я читала журнал без обложки, который отвернутые страницы прячут в себе. Не метафорический, бумажный журнал, между тем, я не могла читать вовсе. Мне доставался слепой обрез, а то, что может быть понятно, удаляющая всякую таинственность, слова, кроме гравированных на кольце, находилась по ту сторону, по его сторону. При подходе поезда к очередной станции он отпустил поручень, сложил журнал, мелькнувшую обложку я рассмотреть не успела, наклонился к портфелю и затем с портфелем в руке стал продвигаться на выход. Он встал у самых дверей и, когда те раздвинулись, шагнул первым. И в ту же секунду я поднялась и, почти прилепившись к спинам последних покидающих вагон, вышла на платформу. Минутой ранее моя поездка еще оканчивалась через две станции, и мой день еще сулил то, что сулил и утром. Но мужчина в поезде обнулил его, сбросил, как цифры прежнего счета, перед новым таймом. Нет, это я обнулила мной уже предрешенное, перерешила его. Но только зачем? Пустившись вслед за человеком, который приведет меня в никуда, в приграничную зону между жизнями его и моей, где невозможно находиться, потому что не на чем стоять и нечем дышать, я пустилась в небывалую для себя авантюру, столь же бессмысленную, сколь и безопасную. То есть, по бессмысленности и безопасную. Я понимала, что последую за ним до первой же отрезвляющей, отчуждающей меты чужого пространства и поверну назад и на ходу уничижала и стыдила себя. Но вот за что? За безрассудство преследования или за безрассудство саморазоблачения перед собой же? Или за недостаточное безрассудство? За отчаянность, тем более жалкую, что оно мне ничем не грозит, что оно чужое? Взято на прокат у собирательной романной героини и умещается в один абзац, вырванный из текста. Стоя позади него на эскалаторе, я видела небольшую, кое-как зачесанную лысину. Черный массив пальто, особенно под светлым затылком с его ущербной золотистостью, казался вдвойне тяжелым. И что было моей наживкой? Моей для меня же? То есть, какую цель я преследовала, преследуя? Но как ответить, не ответив прежде на вопрос о природе единственности, найденной мною в одном из сон моих же частных пассажиров в метро? Среди них встречались диковины, не то что представляющие, воплощающие бронебойный романтический нонконформизм почти маскарадно. Впрочем, в том-то и крылась их слабина, в незадорого приобретенной полноте выражения, в целесообразности, целенаправленности всех черточек и знаков изъятия себя из презренной злобы дня, в уютной гармонии фронды. Ведь романтическое, согласно Гегелю, по крайней мере, мною перевранному, нецелесообразно, части в нем не подчинены целому, тогда как целое покрывает, примеряя с собою части. Незрячий до самого себя мой пассажир не проектировал, не осмысливал своей непримиримости с модой, трендом, каноном, как ни определи, не стремился к ней, а потому не являл какого-либо щедрой линейки типажей, будь то пользователь эксклюзивно-серийного сплина или владелец дизайнерской модели пассеизма. Все, чем он отрицал моду, тренд для канон, было единично и случайно, и сама доведенность деталей в общее случайно. Однако, скажи я, что он был самим собой, как тут же его замкнул бы жадный циркуль скороспелого и самозванного совершенства на службе у страха остаться витрувием без золотого сечения, зодчим без проекта, проектом без чертежа, пятном, постоянно теряющим и заново находящим свою кромку. Как теряло на миг его пятно, словно подразмываемое с краю в зависимости от угла преломления света. Ни одна составляющая его облика еще не говорила сама за себя. Все то, что я отнесла в нем к романтизму, но не округлила до романтизма, существовало не для его рефлексии, а лишь для моего стороннего взгляда. И именно потому не для любого стороннего взгляда, как навязанное, указанное, а только для моего. Для моего под свою руку изготовленного романтизма, с которым никто не мог быть слечен и выдержать, потому что лекала не было. Вряд ли бы кто-либо другой увидел в случайном смешении, черноте и долготе расстегнутого, под собственным весом расходящегося полами пальто, ладно бы еще кожаного, так матерчатого с поясом, почти в извращенно смешном соседстве прически, которая могла бы подчеркнуть благородную нежность юноши, но не придать ее лысеющему мужчине за сорок. И родимого пятна увидел бы дух, дух нелепостью своей формы и неясностью своей сути пугающий, и опять же только меня. А где дух, там и тайна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok